На этой неделе разрешился главный кадровый вопрос последних недель, кто станет во главе администрации президента Беларуси. На этот пост назначена опытной управленницей государственный деятель Наталья Качанова. Она прошла путь от простого инженера до вице-премьера социального блока в правительстве. Курировать идеологические и организационные вопросы в должности первого зама будет Максим Рыженков. Президент заметил его организаторские способности и энергию. Прежде в ранге помощника он отвечал перед главой государства за весь спорт в стране. Но главное, Александр Лукашенко анонсировал реформу для ключевого органа в системе госуправления – администрации президента. Вся оптимизация и дебюрократизация должна начинаться с этого политического штаба. Эксперты увидели в этом сигнал для всей вертикали – работать по старинке не получится. Дебюрократизация – это главная забота администрации президента. Идеология, кадры, экономическое направление, экспертность и правовое направление в работе президента – важнейшее направление. Плюс работа через помощников с ветвями власти, судебной ветви власти, законодательной и банковским сектором. Возможно, еще. Все остальные должности помощников и прочее должны быть ликвидированы, сокращены. Они сегодня сыграли свою роль и они нам практически не нужны. Суть всего, что я сказал и то, что я сегодня предпринимаю, называется одним словом – обновление. 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 Я не хочу сказать, что обновление – это опыт, омоложение и так далее. Обновление. Кто может работать хоть в 80 лет, пусть приходит и работает. Предлагает свои услуги. Я готов их принять. Если он совсем молодой человек и способен, пожалуйста, проходите, тоже место найдется. Но мы никуда не денемся от этого обновления. Тем более, я сказал это после президентских выборов, накануне 2016 года. Останутся работать только те, кто будут профессиональны, образованы и те, кто хочет работать и шевелиться. Нет результатов, нет больших должностей. Это обновление должно закончиться соответствующим статусом государственного служащего. Мы должны поднять на небывалую доселе высоту независимой Беларуси статус госслужащего. Государственных служащих должно быть столько, сколько нужно. Потому что мы уж слишком раздули этот институт. Но оставшиеся государственные служащие, как и военные люди, должны получить самый высокий статус. Тогда никто не будет жаловаться ни на зарплату и так далее. Но это должен быть оптимальный минимум в стране. Кадровое решение затронули идеологический блок в администрации президента. От должности заместителя освобожден Игорь Бузовский. Часть полномочий и функций в этой сфере будет зоной ответственности пресс-секретаря главы государства. Новый руководитель и у службы безопасности президента Беларуси им стал Андрей Павлюченко, который имеет большой опыт работы в структуре и отличается, по мнению Александра Лукашенко, железной исполнительностью. Спасибо. Спасибо. Спасибо.